Добрый день! Меня зовут Александр Николаевич. Я занимаюсь ремонтом горных лыж, ноубордов, горнолыжных ботинок, сноубордических ботинок, горнолыжных палок и всё, что связано с горными лыжами. На лыжах сам катаюсь очень давно, порядка 60 лет. Имею определённый опыт, знаю все нюансы горнолыжной техники, строение лыж и крепление ботинок и так далее. Сейчас мы приступим к рассмотрению самых распространённых повреждений, которые происходят в процессе катания на горных лыжах. Это повреждения скользячей поверхности. Очень часто попадает так, что лыжа попадает на какой-то острый предмет в горах и вырывается в скользячую поверхность. Для ремонта такого дефекта существует большое количество вырубок. Вырубки – это такая штука, которая вырубает скользящую поверхность на лыжах. Потом этой же вырубкой вырубается ремонтный пластик, вставляется в дефектное место, ставится на клей. И под действием температуры специальных печек это всё закрепляется. И в будущем это всё циклюется, выравнивается и приводится в порядок уже на том оборудовании, которое у нас имеется в мастерской. Вторым по распространённости дефектом в нашей мастерской является повреждение канта. То есть при падении, при ударе, при обстоятельствах, которые возникают в процессе каких-то столкновений, деформируется кант. Мы сейчас взяли сноуборд, но такие же повреждения часто встречаются и на лыжах. Здесь что происходит? Идёт изгиб канта, повреждение внутреннего набора ноуборда. Поэтому это всё надо вырезать, вычищать и так далее. Там всё это приводить в порядок. В процессе выпрямления канта его надо обязательно проверять. То есть существует специальная лекальная линейка. И визуально на глаз смотрится, как выпрямился кант в этой плоскости и как выпрямился кант в этой плоскости. После нанесения клея и установки заплатки на повреждённое место, кладём защитную плёнку, для того, чтобы клей не пришёл, не прилип к печке. Накладываем печку и струбцины прижимаются плотно. И сноуборд оставляется на 4 часа. После высыхания клея заплатка сверху циклюется, шлифуется и всё. И можно использовать его в дальнейшем. Хочу сказать, что за время работы здесь, в канте, такой дефект заплатки держится очень долго. То есть возврат был где-то полпроцента. А занимаюсь я этим уже 18 лет. И всё. Мы сейчас вам показали два основных вида повреждений. Это повреждения канта и повреждения скользящей поверхности. А в процессе практика показывает, что повреждения бывают непредсказуемы. Непредсказуемы. Очень много всяких видов повреждений. Выходит даже до абсурда, когда люди роняют с автомобиля, люди роняют свой инвентарь, когда одевают лыжи на склоне, при погрузке в самолёты и так далее. Повреждений очень много. Сейчас в Ютубе очень много всяких клипов, которые рекомендуют лыжнику, клиенту, ремонтировать лыжи самим. Я вам советую, чтобы вы не пробовали. И опыт показывает, что очень много приходит клиентов, которые приносят лыжи уже после самостоятельного ремонта. Внешний вид отвратительный, качество отвратительное. Мало того, после своего ремонта мы, как правило, не берём, потому что клиент в расслоении, в повреждённые участки пытаются засунуть какой-то клей, который впоследствии невозможно вычистить. А старый клей, как правило, плохо держится. Поэтому рекомендую вас, не делайте самостоятельный ремонт. Несите в профессиональную мастерскую и только в КАМ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok